Всем приветики! Сейчас пойду с Левой на прогулку и уже по старинке у меня на кровати на диване как всегда бардак и по старинке показываю вам свой наряд дня. Это джинсики, которые вы уже могли видеть в одном из предыдущих влогов. Покупала в Англии мам джинс на высокой посадке и офигенно классный топик. Я его обожаю. Это кроп-топ, укороченный. Классно подчеркивает мои кубики на животе. Мамские кубики. Я его покупала в Англии в магазине Топ Шоп, но возможно если вы следите за мной на инстаграме, вы уже конечно тоже, ну невозможно, а 100% если вы следите, то вы уже его видели. Много тоже получаю от него, на него комплиментов. Мам джинсы вот такие вот. Ну и мои босоножечки надену, которые вы уже тоже все хорошо знаете. И сейчас пойду прогуляюсь с Левой. Также нужно зайти в продуктовый. В общем ничего такого супер-мега важного, но у нас сегодня очень жарко. 27 градусов в тени, представляете? Но я в джинсах, потому что... Хо-хо-хо-хо. Почему, отгадайте? В общем, короче, я в джинсах, потому что мне нужно идти на ваксинг. Такая вот, может быть это как это, знаете, слишком много уже такого личного. Но я думаю, девочки меня поймут. Когда вы делаете ваксинг, то вам, к сожалению, приходится ждать этот период, так сказать, отращивания волос. Тоже уже писала пост на инстаграм на эту тему. И планирую, в принципе, в будущем сделать лазерную эпиляцию. Вот, но пока что времени нет, руки не дошли еще до этого. Пока уже на ваксинг. В принципе, я очень довольна. Единственный минус ваксинга это то, что, блин, нужно отращивать. Поэтому всегда, когда жаркая погода, и я в длинной макси-юбке или в штанах, это значит, что это тот самый пресловутый годимый период. Ну, в общем, да, пойду охуляйте. Покажу, как я упаковываю коляску. У меня, видите, такая вот розовая сумка, мамская сумка, где я ношу все принадлежности для Лёвы. В принципе, вот вы можете видеть там сбоку молоко, там его сменная одежда, теплая одежда, если к вечеру станет прохладнее. И моя сумка, но свою сумку я не всегда беру, потому что чаще всего я прикладываю просто кошелек и мобильник в эту Лёвину сумку. Но сегодня что-то я вообще, мне было лень или я забыла про это, и я не переложила, поэтому пришлось взять две сумки. Вообще, я стараюсь, когда вот такой вот солнечный день, выходить на улицу ближе к вечеру, потому что, во-первых, спадает такая самая основная жара, вот так как эту неделю все обещают 27-28 градусов и солнечно. Конечно, для кого-то эта погода мега классная, но не для меня. Я человек, страдающий избыточной пигментацией, поэтому для меня солнце это не друг, а враг. Поэтому я стараюсь выходить уже к вечеру, сейчас, например, 20 минут седьмого, и вообще отлично себя чувствую. Ну, то есть у меня нет такой паники, что, блин, я могу опять там, ну не облучиться, а пятниться. Хотя я все равно мажусь SPF, но я сделала такой вывод, что да, SPF, естественно, помогает. Он, естественно, защищает, но не настолько, то есть не на 100%, несмотря на то, что SPF может быть сильный и 50, и выше, но... Блин, коляска застряла. Но... Но все равно я замечаю, что летом у меня пигментация усугубляется. Поэтому лето я так, не особо жалую. Ну, вы уже и так знаете. Многие едут на отпуск в теплые края, в теплые страны, типа там в Египте, Турции, Бали, хренали, Дубай, ну в общем, что там еще есть, я не знаю, Мальдивы и так далее. Я, конечно, таких людей прекрасно понимаю, потому что если... Потому что 10 лет назад я бы сама с удовольствием поехала. Потому что если у них нету такой проблемы, как у меня, с пигментацией, то почему бы и нет? Можно полежать, пожариться на солнышке, получить красивый загар и фоточки на пляже. Но я теперь уже, знаете, как пожилой человек, отдыхаю более спокойно и менее травматично. То есть я предпочитаю более культурный отдых, так что ли, можно сказать. И на пляже, ну мы когда ходим, я люблю вот купаться в море, я люблю, но жариться на солнце уже нет. Раньше да, но сейчас no, no, no. Возможно, вы спросите, почему ты гуляешь с ребенком рядом с проезжей частью? Вот, видите, у нас дорога тут прямо идет. Ни в парке, ни между дворами, а, блин, рядом с дорогой. А я вам объясню, потому что Леве в парке неинтересно. Пока что на детской площадке ему еще рано. Между дворами ему вообще не на что смотреть, потому что там тишь да гладь, да божья богадать. А тут, пожалуйста, движуха, особенно сейчас я иду с работы, много машин, велосипедистов, скутеров, в общем, людей. Конечно, ему это нравится. Автобус, чего тут только нет. Поэтому он себя хорошо ведет, хорошо чувствует, ему интересно. Ну, а что ему интересно, то и мне, соответственно, тоже интересно. Вот так. Как обычно, вы мне можете найти в ряду с булочками. В общем, я себе взяла две вот такие пиццы. Сейчас, наверное, съем прямо по дороге с мясом. И домой взяла две сосиски в тесте с горчицей. Очень вкусно, мне нравится. И так же взяла Леве там немножко покушать. Да, трубочка у тебя. Помните же, да, что Лева обожает трубочки? Обожаю такие треугольнички со сгущенкой внутри. Надо будет взять. А так же вот такие вот орешки со сгущенным молоком. Прямо сейчас все, кто любит орешки со сгущенным молоком, вообще все со сгущенным молоком, ставьте лайк. Я обожаю. Я сейчас сидела, перекусила пиццу. И быстренько хочу с вами поговорить на одну такую тему, на которую мне очень-очень много приходило писем. Вообще, в принципе, в Инстаграме я часто провожу такие вот опросники и спрашиваю вас, на какие темы вам бы хотелось, чтобы я с вами поговорила. Блин, тут какая-то летала оса. И она села на... Знаю, тут поймет, у меня ужасная фобия насекомых. И у нашей знакомой недавно случился анафилактический шок после укуса... Боже мой! Я не смогу, наверное, вообще сегодня поговорить, потому что у меня и так был дикий страх насекомых, но после недавнего случая, говорю, у нашей знакомой случился жуткий, просто жуткая реакция, анафилактический шок на укус пчелы. И меня, представляете, это случилось на моих глазах, и такое вообще не должно случаться при человеке, у которого нереально сильная фобия насекомых. Поэтому у меня сейчас моя фобия просто зашкаливает, и поэтому каждый раз, когда мы на даче, и ко мне подлетает какое-то насекомое, у меня просто начинается паника. Это жесть. Я знаю, что это необоснованно, но такие вот фобии это всегда необоснованно. У кого-то есть страх высоты, у кого-то есть страх насекомых, как у меня, у кого-то страх собак, у кого-то страх, там, не знаю. Если у вас есть какие-то фобии, напишите, дайте мне знать в комментариях. А еще напишите те, у кого есть страх насекомых. Мне будет очень отрадно узнать, что не я одна такая. Ну, в общем, хотела, знаете, так зарядилась на серьезный разговор, и эта сраная оса меня выбила просто нафиг из колеи. В общем, хотела поговорить на тему, потому что очень много получила писем именно на эту тему. Многие спрашивали рассказать про секс после родов. Я, возможно, сделаю отдельное видео на эту тему, потому что это такая обширная тема. И также много людей просило рассказать, как сделать так, чтобы муж не охладел после родов. Некоторые девочки писали, что они заметили, что муж охладел, что муж больше не испытывает таких страстных чувств к жене после родов, как это было до того или там до беременности. В общем, что делать в такой ситуации, как сохранить страсть в отношениях, пыл в отношениях и так далее и тому подобное. В общем, я хочу сказать так, что в любом случае, если ваш муж к вам охладел, конечно, тут могут быть психологические какие-то моменты, потому что я ни в коем случае не психолог, не академик никакой, но я считаю, что мужчина может какое-то время после родов воспринимать жену как мать. То есть у него на какое-то время переключается вот это вот любовное отношение как мужчина к женщине, а включается какая-то вот такая больше, знаете, забота, больше хочется эту женщину как-то оберегать. В общем, другой немножечко инстинкт сохранения семьи, сохранения женщины как матери, как хранительности очага. Это тоже может быть. Также, конечно, женщина, никто не спорит, что женщина изменяется очень и очень сильно после родов. Многие женщины становятся визуально, конечно же, менее красивыми. Я сейчас не буду вам заливать в уши всякие сказки и говорить, ой, надо заниматься собой, ходить в спортзал, пе-пе и все такое. Блин, ну тех, у кого нет нянь, бабушек 550, бабушек 550 нянь, те не могут себе позволить, увы, ходить в спортзал, не могут себе позволить правильно питаться, потому что просто на них и так все держится и ребенок и так далее. Поэтому все эти спортзалы, фитнес-тренеры и пробежки по утрам, это можно засунуть глубоко и надолго. Я говорю, что про реальную ситуацию большинство из женщин. Большинство из женщин. Конечно, женщина, да, она толстеет, как правило. Конечно, есть те, которым повезло с генетикой или которые легко сбрасывают вес, но в основном, да, обвисают тиськи, обвисает живот. Талия уже не такая узкая, как она была до родов. Появляются какие-то, может быть, растяжки, целлюлит. Конечно, женщина выглядит хуже, особенно первое время. Потом это все, может быть, нормализовывается. Может быть, и так и остается и не нормализуется больше. Потому что, ну, растяжки их, в принципе, если только хирургическим путем не убирать, их больше никак не убрать. Вот. И, конечно, да, муж может уже видеть не ту же, ну, привлекательную, стройную тростиночку, да, которую он видел, которую он влюбился и на которой он женился, а уже такую, как бы, изменившуюся, может быть, не в лучшую сторону женщину. Но если ваш муж, там, или ваша вторая половинка, ваш жених, ваш парень, ваш гражданский муж-мудак, конечно, на него это может повлиять, и он может сказать, ой, да, там, ты уже не такая привлекательная, или даже не говорить этого, а просто охладеть к вам. Ну, что тут поделать, да? Если муж-мудак, если он не понимает, через что женщина проходит после родов, нафиг такого мужика. Женщины, блин, ходят в спортзал, там, вставляют сиськи, качают попу ради мужиков, а если мужчина из-за того, что женщина там набрала 10-10 килограмм, и у нее грудь уже не такая упругая, как она была до этого, ну, если он этого не понимает, если он это не принимает, если это лишь то, что он ценит, то это просто не тот мужчина, нафиг его, уходите, если можете. Бегите от такого мужика, потому что нормальный мужчина, он все прекрасно понимает, из-за того, что у вас сиськи не такие красивые, как были раньше, он ни в коем случае не должен вас разлюбить, потому что это значит, что он влюбился не в вас, как в индивидуума, а просто в вашу грудь, будь она красивая, большая, маленькая, неважно. Конечно, нужно ухаживать за собой, я ничего не говорю, я сама только за то, чтобы ухаживать за собой, не забрасывать себя и так далее, но прежде всего это надо делать для себя, а не для любимого мужчины. Это мое такое мнение, потому что, блин... Что-что, если мужчина действительно охладел, если он гонит женщину на то, чтобы она вставляла себе грудь или чтобы она там качала себе пресс, при этом не помогает, не дает ей деньги на то, чтобы она нанимала нянь, как бы, да, и особо не участвует в воспитании детей, то, честно говоря, конечно, надо слать такого мужа, а лучше вообще за такого мужика не выходить замуж изначально, потому что, конечно, уйти от мужа с ребенком, но это не каждый сможет, это смогут только очень и очень сильным характером женщины, а таких, как правило, меньшинство, особенно если мы говорим про Россию, страны СНГ и так далее. У нас все-таки женщины не как в Европе, в Европе, в Америке принято, вот, сильная женщина, я все смогу, я все сделаю сама, хотя в России есть поговорка типа, баба коня на скаку остановит и в горячую избу войдет, но все-таки русские женщины, ну, там, русскоговорящие, да, давайте так скажем, славянские женщины, чтобы никто тут не придирался, они все-таки более такие хрупкие, более нежные, мне это очень нравится, мне кажется, что так оно и должно быть, мужики уже устали, мне кажется, от этих всех таких баба бой, которая заткнет за пояс любого мужика, в общем, ну, как бы, да, но я думаю, что я ответила на этот вопрос, что вы думаете по этому поводу? Мужики, мне кажется, многие, ну, судя по тому, что я вижу по знакомым, некоторые мужики, конечно, офигели в конец просто, и бедные девушки там из кожи лезут, чтобы им понравиться, чтобы хоть как-то заслужить их благоволение, но все никак, все никуда, если ваш муж начинает к вам охладевать после родов, он голимый муж, вот так. В общем, вот такие вот у меня рассуждения на эту тему, первые месяцы после родов, конечно, женщины, мне кажется, вообще ни до чего, кроме ребенка, у нее включается эта доминанта беременности, и она, естественно, все ее инстинкты, все ее желания, они направлены, хочешь не хочешь, но ребенок это нормально, это природа, это специально устроено для того, чтобы выжить, чтобы ребеночек, который полностью зависит от родителей, чтобы он выжил, чтобы у него было достаточно внимания, вот. И, конечно, если мужчина это понимает и мужчина это принимает, это хороший муж, это хороший мужчина, если он поддерживает женщину, если он участвует в воспитании детей, потому что это вся тема, типа, это ты, тетя, ты, баба, это ваше дело рожать детей, а наше дело это деньги зарабатывать, то это абсолютно неправильный подход, это, я не знаю, в какое время это было популярно, но... Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли, поняли мою позицию, также, если вы хотите, чтобы я сняла видео, посвященное интиму после родов, пишите в комментариях, дайте мне знать, что вы хотите такого рода видео, потому что без того, что вы мне напишите, я, конечно же, не узнаю, что вам интересно, а что нет. Вообще, пишите, на какие темы вам бы хотелось видеть в ближайшем видео, я с удовольствием сниму. В общем, давайте попрощаемся, если понравился блог, ставьте обязательно пальчик вверх, и желаю вам крепкого здоровья, желаю вам хорошего настроения, и отличного дня! Мы с вами увидимся, конечно же, очень скоро в следующих видео, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова